В Германии вызывают большой резонанс сообщения о том, что из России массово бегут мужчины из-за угрозы мобилизации. Нельзя сказать, что в панике. Такой сценарий обрабатывался. Билеты стоили, когда я покупал, я, видимо, быстро сориентировался довольно. У меня жена гражданка Украины. И часть моей семьи находится в Киеве. Часть в России. Поэтому я бы не хотел тоже участвовать в этой мобилизации. В Берлине в эту пятницу прозвучало сразу несколько обнадеживающих заявлений в пользу политического убежища для россиян, бегущих от мобилизации. За приём российских уклонистов и дезертиров, которым в России грозит преследование со стороны властей, высказались представители всех трёх партий правящей коалиции ФРГ – социал-демократы, зелёные и либералы. Судя по всему, многие россияне покидают родину. Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии. Ведомство по вопросам миграции и беженцев уже получило указание от правительства ФРГ, что уклонение от мобилизации – убедительная причина для положительного рассмотрения просьб об убежище. А накануне сигнал поддержки нежелающим воевать подал Брюссель. Представитель Еврокомиссии заявила, что россияне, пытающиеся уклониться от военной службы, имеют право просить убежище в ЕС. Также она сообщила, что идут консультации по поводу общеевропейского решения этой, как она сказала, беспрецедентной ситуации. Однако ранее страны Балтии, через которые лежит путь россиян в ЕС, заняли совершенно иную позицию. Здесь считают, что уклонисты не имеют права на политическое убежище. Показательно, что народные волнения в России происходят тогда, когда это касается их собственной мобилизации, а не тогда, когда российские граждане убивают, терроризируют, истязают украинских граждан. Мне приятнее видеть, как эти люди протестуют за прекращение войны, чем пытаются избежать дискомфорта для них самих. Конечно, если эти заявки будут ими поданы, они должны быть обработаны соответствующим образом. Но оснований для предоставления убежища нет. В Финляндии в связи с внезапным массовым наплывом людей из России на сухопутные границы также намерены ужесточить правила въезда для россиян. Польша и страны Балтии ограничили все поездки для всех россиян из-за угрозы безопасности. И нам необходимо провести переоценку рисков безопасности после новостей, которые мы получили вчера из России. Тем временем Киев подверг критике сочувственную позицию Германии в отношении россиян. Это было бы катастрофическим решением светофорной коалиции – предоставить убежище мужчинам из России лишь потому, что после 210 дней молчаливой поддержки российской агрессии против народа Украины они вдруг не хотят быть похороненными в Украине. Неправильно. Однако общеевропейского решения пока нет. В Брюсселе уточняют, что каждая заявка на убежище будет рассматриваться отдельно. И учитывая то, что Россия является угрозой для европейской безопасности, некоторым гражданам могут отказывать во въезде или высылать из страны из тех же соображений безопасности.